Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина Сибири Переходим к последней, третьей части Первое это было знакомство с питомником в плане подготовки посылок Второе было посадка семян Далеко не закончено Будем продолжать в таком же темпе Еще будем говорить и говорить, только уже в следующий раз Количество фотографий необыкновенное Вот они Это все мы будем изучать Я еще начал собирать ее за все последние годы Это те самые старые года Вот сейчас смотрите Вот это вот Поймайте меня, попробуйте за это Где-нибудь на недобросовестности Это Внимание Внимание В одной из томов таких Они такие тяжелые Толстые тома Мичурина Единственная цветная фотография Единственная цветная Мне так повезло Я помню, как вспоминаю, когда мне дали Я хотел узнать Соответствует ли мой королевский Королевскому Учебник, не учебник, а познавательная книга Книга называлась Абрикосы Ростовское издательство Вот Это я потом узнал, что в Ростовнике Абрикосов нет Или почти нет А тогда я Посмотрел А все фотографии Черно-белые Невозможно Ни одной характеристики абрикос То есть они все были на одно лицо Отличались только размеры Вот И как я смотрю на это написано Абрикос королевский В родине Франции Королевский сеянец абрикоса персикового Повторяю Абрикос королевский Выведен из сеянца абрикоса персикового И вот этот вот Который у меня А как На черно-белом невозможно А вот тут мне повезло с грушами Дело в том, что Найду я, не найду А, ведь это же в принципе Относится к чему Посадки семян Значит в другой раз поговорим А в принципе Тех, которые я держу в руках Что я собрал семена Точная копия этих И в тот год Сейчас Вот они сейчас Где-то здесь есть Я просто хочу сказать Что я стараюсь быть максимально Максимально Добросовестным Сейчас Поищу Вот мои Ага Видите У меня два разных дерева Вот смотрите Хорошенько глядите На пупырышки глядите Знаете На рисунок глядите Да Снова Мичуринский Похож А второй Еще больше похож Только у меня Свежая фотография Не у меня вот тут А мне тут найти сейчас На стрельце Так И тогда Мы продолжаем Каким образом Сейчас мы Обычай начинал так Вебинар такой-то И пошел А сейчас я Хотя бы Сделал то Чтобы Какая-то польза Была при посадке Семен Еще раз Помните 5-6 сантиметров И прощай Вася А если я не мог Убедить об этом Суперспециалиста А за ее спиной И книги Вот И все эти студенты Это все А я кто Не безызвестный Садовод Сибири Который Утверждает Что сибирские Абрикосы Хорошие На самом деле Их есть И вот Йоп Все время Господи Ну приехала бы Ко мне Ну я бы тебя Встретил С цветами С коньяком Ну Как Близкого Хорошего друга Ну почему нет А Боже мой Почему нет Почему Это самое Какие эти Причем тут Сибирские Абрикосы А Причем тут Сибирские Абрикосы Если они Королевские Вот так Взять И вот так Вот раз Перечеркнуть Все что я делал Это нормально Перечеркнуть Все что я делал В ведре По двое В руках Прямой И кстати Это Это самое Это Чудо Какое-то Это Как можно было Пройти мимо этого Это то же самое Что Специалисты Которые выпускали Автомобиль Запорожец Сказали бы Вот Надо съездить Это самое Где делают Мерседесы В Германии Нет Не помню Съездите Может быть И мы Начали Мерседесы делать Не Наши запорожцы Лучше Вот так Что ли И тогда Получается Следующее Значит Вот Возвращаемся К этой лекции Тяжел Труд Первопроходца Это Виктор Курбатов Написал Про меня Ладно Это уже Другой товарищ Пишет Я не стал Его фамилию Упоминать Слава Богу Смотрю Ваши видео Народ Совсем Оглупил Просто Спит Ну что я скажу Я во первых Хочу за народ Заступиться У меня Был Уже нет На свете Человек Который мог Закрытыми глазами Собрать Разобрать Двигатель Автомобиля А меня Лучше сразу Застрелить Я даже Не пробовать Не буду И так Много чего Кто из нас Глупый Он Отремонтирует Двигатель И автомобиль Будет работать А я буду Ходить пешком Кто из нас Глупый Кто за рулем И смог Отремонтировать А второй Который вынужден Так как не смог Отремонтировать двигатель И ходить пешком Кто из нас Глупый А так что Вот это я совершенно Я заступаю Я заступаю за народ 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 не оглупил Каждый говорит Я не умею Печь хлеб А в домашних условиях Знаете Какой хлеб Пекут Там есть Какие-то особенности Ну есть же Какие-то И вот Надо Чтобы он Получился вкусный Это Не просто так А я-то Не знаю Не умею И даже Мне кажется Если возьму Инструкцию У меня так Не получится Как у Обыкновенной Хозяйки Просто хозяйки Которая Может это Кто из нас Глупый Я же умру С голоду Без хлеба А она не Вот буду стоять Возле муки Вот Елки А что теперь Делать-то с ней Ну кто глупый Вот Теперь Ну вы поняли Это Кто-то взял И мне как бы Осану Мне пропил Нет Вот Народ Надо Чтобы Да Доверчивость Да Это народная черта Но Доверчивость Сродни Благородству Доверчивость Сродни Значит Доброте Это все Одно и то же Не был бы Доверчив Не был бы Добрым Сразу подумал Надо ли Помочь человеку Который умирает С голоду А добрый Стерна кормит А доверчивость Это Тот же Слово Синоним Доброте Поняли Вот так вот Я считаю А тут Да Вот народ Такой Секой Нет Это не так Этот народ Это Наш кормилец Каждый Своё делает Так Дальше Тут Такое Случилось Вот Брат Ты мне Присыл Несколько Роликов Да Показать Не показать Что это Позволь Людей Я просто Взял Выбрал Вот так Вот Показать Все Зачем Обрезать Абрикос Это Статья Вот Для Обрезки Абрикоса Есть Несколько Причин Ничего Себе Я-то Не знал Что Обрезать Нет Я знал Зачем Обрезать И вдруг Оказывается Когда Отрезает Честь Веток Он же На первый Год У него Отрезается Не отрезается А Где-то С второго Третьего Года Чветочные Почки Покрывают До самых Кончиков Веток То есть Они Даже Не знают Те Кто режет Что Не только Ветки Второго Третьего Порядка А даже До верхушки До самой То есть Все что выросло За последний год Уже цветами покрыто И каждый раз Когда отрезается Часть вооружая Убираешь Это само собой Замерзнуть легче Заболеть легче Но рано 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 Тем более Выбирается Рано Самое страшное Помните Рано На кольцо И вот думаю Читаю Продержание Плодоносности Убирающие дерево Может дать Невиданный урожай Но у него Это поддержание Плодоносности А по железу Это как называется Прессмертный урожай Он нам нужен И наконец Продление Срока жизни Ну все Я видел Тысячи Нет Тысячи Сотни Изумительных Абрикосов Константинович Почти умертвые Такие раны Кругом зияют Если проигнорируют Процедуру обрезки Будет привести К неприятным Последствиям И вот тут Вот самое страшное Если я его не буду калечить Он будет болеть А вот из калечия Он болеть не будет И то есть И пугает Что если не взять секатор Пилот Он еще и погиб Вот Теперь Набраться сил В период зимовки И ведь Усит же не просто Вот это уже Настолько нехорошо Настолько подло Что он усит зимой Осенью зиморезы И получается Вот такие раны Это как у дома Убрать Вынуть двери С косяками Эти самые Стекла с рамами Крышу Зачем ему крышу Дома Вот И пусть теперь Там люди живут Вот Я еще знаю Как бывает Этих Тараканов Вымораживают Знаете как Вот там открывают Двери окна Чтоб вымерзли Уходят Это чтоб Тараканы вымерзли А ты что думал Когда вот это писал А я знаю О чем думал Ну вот пожалуйста С первого года И самое страшное Да вот Слушай дочка Да Сколько Я сейчас Вебинар провожу Ну ладно Только Это самое Только Больше Мне не звони Потому что Привыкаю Как мы все Пешком ходим Я имею ввиду Про такси Сейчас Секундочку Секундочку Это быстро А вы считаете Радуйтесь До наступления холодов Самое интересное Что когда Он не успеет Затянуться Если он даже Не весной Даже не летом Представляете Сейчас момент Сейчас момент Вот И тогда Получается Что Вот это Вот Я подумал У человека Есть свое мнение Он считает Что он Помогает нам Что он Нарезал Нарезал У него Осенью Он нарезал В начале зимы А еще До завтра Сколонос Пере затянулся Тут Мне стало Сомневаться Вот И когда Он меня добил Середина октября Что у нас Сегодня 14 октября Согласны Сегодня Это значит Что Если я сегодня Буду резать Абрикосы Я Допустим Новичок Они у меня Успеют Дотянуться Вот Иначе Это будут Болезни А когда Он затянется На улице Снег лежит Как затянется Тогда Я все Сделал Ну правильно Я сейчас Процедуру повторять Не буду Я нажал На тебе Ядекс Все похожи Оказалось Что это не его Фотография Раз Вот Это не все Потом Когда я Разобрался С его Сейчас Я не буду И позорить Я не буду Вот Когда я посмотрел Там у него Было Три-четыре Видеофильма Ну думаю Сейчас я вижу Роскошенный Абрикосовый сад Чек Геррица А вот Таким вот Абрикос С впечатлениями Нету Что я нашел Подготовка Деревьев Зиме Благодаря Открым Полив Подтаряться Будем Смертельная Вещь Я сегодня Посмотрел На его Вот эту Вот Придурь Придурь Я просто Взял Ходил По саду И рассказывал Почему нельзя Перед зимой Перед зимой Это делать Посмотрите В кино Вот Потому что Человек Ничего не знает Как это опасно Перед зимой Это делать И он Берет все Фотографию Вставляет Вы представляете Вот он Слан Смотрите Слева Вы даже Струю Видите Вы видите Посадку В углубление Вот Так Нет А дальше Это Просто Оказывается Дерево Дает трещины А он И замазывает По моим Понятиям Убивает Дерево Про понятия Трещины На коре Уничтожали Молодые Саженцы Знаете Как обидно Когда все Наоборот Не трещины На коре Уничтожали Саженцы А погода Делала Трещины Ничего Не понимает Вот Ну Потом Что еще Ну понятно Баллон Продать надо Надо Значит Краску Для побелки Продать надо Для покраски Надо Вот Это думаете Все Нет Ну Про это Мы уже Говорили Вот Следующая Дама Которая На этом же Сайте Я искал Сад Сада Нет А советы Давали И дошли До Кореяда Я взял Этого Кореяда И Так как У меня Его нет Я его взял Из интернета То есть Просто Скопировал Фотографию Познакомились Вы Попьтесь Вот Я Я Больше Всего Не Понимаю Одного Если Люди С Учеными Увеличиваем Группа Жуков Которая Ну ладно Было Семейство Стало Подсемейство Бог с ним Ученые Должны За что-то Деньги Получать Взяли Перевили С С С С Под Вид Вот Большинство Видоконаря Типичные Древоядные Носковы То есть Деревья Едят Ну неужели Трудно Было Сказать Что Не Деревья Едят А Мертвичин Едят Что Живые Не Едят И Тогда Все Было Нормально Знаете Почему Ну Сколько Можно Людей Заставлять Бегать Погазин Насколько? Ни черни помогут Смотрите Ладно, там уже Следующая тема пойдет Ой, как мне обидно От того, что Большое хозяйственное значение Имеют как Стволовые и технические вредители То есть получается как? Если не избавиться от караеда Они съедят дерево Не съедят никогда Вот у меня таких несколько Утверждений Они имеют всемирное Всепланетное значение Еще раз Грибы не едят Живую ткань, только мертвую Вот У дерева не бывает лишних веток Которые мешают его развитию Не важно как они растут, куда растут Когда растут Это то же самое Вот Деревям вредны поливы Которые у них сажают муравьев Каковы этих самых Все Все Ой, это долго говорить Это тоже Это все Им все, что я говорю Не надо Опрыскивать Борясь С грибами на деревьях Это миллионы тонн Это глупость Которая до сих пор владеет Всей планетой Почему-то кроме меня одного Вы скажете Что ты творишь С железом Ты сейчас Завтра Если эти цистерны Не будут подвозиться В большие сады Все это погибнет Пожалуйста Вы там На юге Накалечите деревья Вы вынуждены Накалечить Ваши яблони Груши Должны быть Кому не каменные Ой Другое слово Должны быть Калиброваны Иначе их не примет Никакая Это самая Торговля Вот Значит их надо Постоянно часть Убирать В виде Веток Таким расчетом Чтобы оставшиеся Плоды Все что дают Корни Им оставалось Значит они Будут более Промышленные А то что при этом Надо потратить Море Ядов Это уже второй вопрос А мы дачники Нам это не надо И точнее Короедов Не надо Еще много Чего не надо Идем дальше Вот Значит Это у нас Это у нас Антоновский Николай Николаевич Я не ошибся Он назвал вас Знаете почему Мне хочется Очень много Плохого Говорю Ругаюсь Вот Давайте мы его Почитаем Антоновский Николай Николаевич Вот Это Мое открытие Знаете почему Давайте почитаем Стихи Потому что Все грустно Ну осень тоже Грустно Но все таки Золотая же осень Вот Золотая осень Наступила И Клюкова Уж поспела Не спеша Мы Собираем Дар небес Ликуя Красивая Осенняя Пора Дары Нам даны В радость Для здоровья И благодать Небес Спустилась К нам Только Любви Всем людям Не хватает А мы Едины С каждым Это факт Душой Простаться Не изменишь Оно Велико Равно Как Душа И пробежал По жизни Словно Трубкой К себе Уж зовут Наст Небеса Ну Это грустно И Зная Что Каждый Всегда Вечен Он Вечен Как Вселенная Всегда Мы Только В радости Живем Перехода Как Только Перед нами Разверзнется Земля И Зная Это Всех Всегда Прощайте Вы Поняли Всех Всегда Прощайте Мир Вечен Только Тайна В нем Мы Никуда Не Пропадаем Вечно Мы Просто Вечно Во всех Мирах Живем Ох Рассказать Было То Что Знаю Я Я Уже Это Получал Что Его Только Пасть Открыть Получается Мы Все Должны Жить И Не Знать Будущего Ладно Спасибо Николай Николаевич За Это Прекрасные Стихи И Повещать Надо Успеть И Что Мир Вечен Поверьте Мир Вечен И Мы Вечены А Почему От Нас Это Скрывает А Как Вы Хотите Вот Мы Перестанем Тогда Убивать Друг Друг Это Окажется Величайшим Грехом Убивать Друг Друг Так Алтай Село Знаете Кто Это Алтай Село Это У нас Заика Фамилия Заика Так Мысли О повседневной Жизни В небольшом Алтайском Селе Секреты И мнения Рядового Крестьянина Вот И Вот Заика Его Как Бы Алтай Село Это Получается Как Было Официально Двучит Манерез Вишни Это Мех Вот Его Статья Вот Его Статья Почему Я Выбрал Только Кусочек Статьи Видите Вот Тут Есть Упоминание Кто Выращивает По Железу Все Дело О чем Этой Статье Он Заступается За Деревья Вот Это Мой Единомышленник Мой Ученик Я Очень Уважаю Да Но Дело В том Что Почему Я В этот Кусочек Взял И Просто Скопировал Не скопировал Сфотографировал Прямо Из Интернета Да Потому Что Пока Его Статья Вот Эта Статья 50 Рассказ Зарядывает Реклама Обрезки Вишни Для Богатого Урожая Тот Как Уничтожать Понимаете Вот Один Прочтет Его А Другой Прочет Слово Богатый Урожай Нажмет И Научится Как Уничтожать Деревь Вишни Если Бо Видели Ребята Не знаю Как там На Алтае Там тоже Есть Хорошая Пример Если Бо Видели Наши Эти Урожай Вишни Господи Это Какой Это Наказание Когда Знаешь Что Собрать Не Можешь Иной Год Уже Все Птицы Наелись Уже Невозможно А Они Висят Мороза Какая Черт Обрезка Мороза для чего это надо было пугать короядов это два верхняя часть когда вот это вот вот это вот увидела дама вот беленькие вот это вот вот дырка и внимание целиком беру дерево искалечили дерево молодое смотрите резали 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 причем как попало резали 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 посадили перекопанную почву вот тут вами гниение и вот здесь начала кора отходить омертвение коры произошло вот агроном вместо того чтобы сказать ну что ты сделал посадите на холм посадите чтобы была корневая шейка вот тут вот а не просто торчало сейчас же большинство то что продают торговлю это же портопалка воткнутая в землю палка воткнутая в землю у нее нет корневой шейки от природы корневой шейка только на сенцах бывает вот и а еще бывает на естественных корневых отводках не те которые палку тыкают а та которые от корня идет там тоже хоть это и не сенец а все равно корневой шейку имеет вот здесь когда тут гнило просто скалечили дерево даже вот это вот помогает умертвить дерево понимаете вот это вот это же не шутка тут ведро целое это все помогает умертвить дерево чего вы взяли когда вот этого увидели жучка вот он теперь он недоступный вот там под корой он недоступен он грызет изнутри да грызет но грызет то что умертвили просто здесь плохо видно и тогда еще надо знаешь то ни одного кроме вот я то есть это жучок то кроме него одного ничего не это ни до того не доберешься это как зашиворот можешь это как были такие примеры когда там вообще уже кора расползалась тогда уже вели туда зашиворот а здесь то и агроном сказал это дерево надо спилить вы представляете агроном сказал дерево надо спилить а чеку надо продать эти самые ну в общем будем считать так пока даже чуть-чуть пока еще будет вот сейчас без 20 минут можно какую-нибудь рекламную паузу ставить вот это очень все ценно но очень ценно и вот это вот будет о чем поговорить следующий раз вот следующий раз следующий раз есть о чем осень представляете осень 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 есть о чем поговорить но уже не сегодня вот и еще я хотел вам вот это полезное кажется фотография кого-то из латинкова или кого-то из учеников латинкова это вот фотографии не мои это фотографии черт его знает в севере уже некуда от косоярска на восток 300 километров вот и человек умудрился вырастить сливы сливы да сливы китайки трех видов так я к чему говорю значит установится злободима мужчины говорили про посадку посадки поэтому еще пару фотографий покажу вот это моя фотография здесь моя ошибка нет написать дату когда я подсуетился и и и а вот это 15 января было второй песок закопаны сливы вот они видите сливы опять получается немножко немножко сейчас чуть убавлю их уменьшу а вот так теперь а а 23 это получается через февраль март апрель 3 месяца и 8 дней вот они такой вид имеют согласны вот это есть сроки я их специально я никогда не говорю но я не могу не могу не показать лишний раз как что такое настоящее нет какие настоящее вот они уже забыли обо всем так здорово надо отдельный фильм снимать ой так это не насколько его тоня дорогая тут пришел вопрос под одним из роликов а там где вы учите детей под роликом кто-то написал сколько чем кончилось кончилось несколько десятками деревьев деревья жрали мыши деревья были в принципе никому не нужны выжал несколько десятков да то и сейчас они все равно школу украшают вот так теперь сейчас будем заканчивать все ага теперь вы видите 17 чего-чего наверное 17 так ну конечно это подтверждение то же самое 17 и 23 3 месяца несколько дней китайка 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 сейчас отрубаем ее чтобы все было видно вот она китайка значит 12 апреля двадцатого года да жалко 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 нет времени это фотография была сделана ну короче в январе садил это точно помню вот и наконец повода у меня нету чтобы призвать вас покупать мои семена пока не вижу повода представляете пятилетний ребенок собрал пятьсот рублей пятьсот рублей доработал вот кстати вот эти вот сливы да вот китайские они наверное должны быть в каждом саду у них есть одно свойство знаете какое которые не мельчают не мельчают вот это и главное качество поэтому а я скажу китайские это венгерки вот вот они венгерки пожалуйста будьте добры вы покупайте косточки какие есть среди них дикарей не будет вот наверное это и есть моя рекламная пауза это и есть моя рекламная пауза ну и персик вы видите почки персика есть если их не калечить не пересаживать не отрезать центральный корень вы сто процентов будете с персиками ну а до северных районов вот пожалуйста еще раз моя посадка ну все напомнил про то что ну это я вообще не знаю что случилось этой осенью в прошлом году к октябрю месяцу у меня была отдельная папочка мне человек пишет хочу я говорю я вам отвечу там когда закончу сбор высушу когда они будут уже расфасованы по десятку всегда по десятку вот и тогда это я вам отвечу в этом году в папке было одно письмо против полсотни в те годы вот а еще раньше вообще не вел папку знал что все равно все расходят и не хватит в этом году это просто удивительно что случилось то неужели все рано закончилось это при тех сумасшедших результатах вот которые которые это невозможно даже оценить да пишут письма кстати давно заработали давно премию заработали государственно ну пишут только никто из них не не может присвоить эту премию мы вышли у нас выдающихся назначают вот а ну да скромно хотите выдающегося пожалуйста вот он вот он вот это выдающийся вот его жизнь назначила даже не я я только горжусь у меня такие друзья вот вот он ну так все проехали и так рекламная пауза закончилась сейчас мы перейдем в этот самый этот самый сюда вот мы перейдем сюда и окажется вот этой комнате да все равно нас мало все таки давайте посмотрим кто среди нас есть ну если б фамилии мне имена незнакомые значит чуть-чуть все таки состава меняется мне так все таки давайте как вот и старики ветераны не старики ветераны вот Александр Алексеевич привет я не выдержал мы с вами этот два фильма да вот они сейчас покажу мы эти фото Александр Алексеевич вот так вот главный редактор Вестников садовода мы с вами два я сделал два фильма на основе нашего интервью вы у меня брали интервью с таким уважением что я так старался чтобы не ударить гважь лицом вот вы самые авторитетные в нашей команде у нас же все народ простой вот так и родилась недавно я наткнулся на эти то что было лет 15 назад а что изменилось ничего понимаете вот это мое канал с удовольствием по Железову вот интервью Железова прошло 15 лет пустую вот вы вот я руками машу но это вторая серия а вот первая серия здесь просто интервью газет пишу 15 лет пустую это как-то сколько бы меня не гладили поголод вот ни черта не удалось добиться ничего вот в том числе благодаря тому что у нас нас очень мало ну и миллионы про нас не знают я как-то обращался ко всем но получили вы ссылку но разошлить ее своих знакомых и попросить их слать дальше иногда смотришь люди друг другу передают ролики которые даже время затрачено жалко а сколько в них грязи сколько в них страшных этих а потом смотришь пятьсот тысяч просмотров вот есть и три миллиона просмотров причем все разжевано как убить дерево так разжевано и три миллиона человек ну когда сады-то будут ладно значит мы вот тут вот обида во мне говорит обида 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 сейчас я гляну где бы это были или на здесь наверное а я пошел на кухню теперь отец заработал минут пять и тогда мы это а пока общайтесь знакомьтесь вот и надеюсь еще есть о чем поговорить я на кухне так мы что будем здороваться друзья ну бухтияров тут всегда привет с казахстана у нас выпал снег так брат здравствуйте солнце плюс 7 колесников доброго вечера Алексей Челябинск удачи Алексея Алексей или не Алексей может еще есть Челябинск Алексей но если Алексей то приятно у меня таких нас все меньше господи хорошо хоть кто-то моложе меня из толковых так Жамалдинов здоровья удачи так у всех людей трансляция а интереса Жамалдинов нет пошла так Ольга в Москве сегодня тоже с ней прилег ой до Москвы зашла Ижевск добрый день Олег я в Ижевске проводил вебинар семинар господи как так было это бестолково все как бестолково вот вот на августе сэкономить ну дать объявление по телевизору и там же зал был огромный этот кинотеатры кинотеатры вы это арендовали ну и чё еще бы немножко добавить денег дать объявление по телевизору вот полный зал был бы сколько пуза я мог принести Ижевску а так четверть зала Ольга трудности с подключением боже мой бедна Ольга так Наталья привет Северного Новгорода Лобасов добрый вечер Свинин привет Снегирев всем доброго времени суток слушайте я чувствую чего-то я не договариваю сейчас секунда вот я сейчас когда рассчитываешь долго-долго говорить вебинар берет и кончается сейчас попробую сейчас попробую Николай Николаевич Антоновский знаете почему я ваши стихи прочитал ваши или не ваши но вы прислали мне их вы прислали мне тысячу рублей написали на вебинары спасибо вебинары были чуть раньше оплачены вот значит две тысячи надо было выслушали про эти две тысячи писали тысячи я хочу вас переиграть поэтому два две темы первое во первых чтобы вы знали что я всех людей делю на наших и просто людей наши это я их называю таких бескорыстных я как называю вымирающий подвид хомо сапиенса вымирающий подвид под названием хомо благородный к сожалению да вы со мной согласились что это подвид вымирающий что есть то есть за это вам огромное спасибо за тысячу рублей вот и я хочу по-другому сделать так кто об этом знает нет вы заметили когда есть у меня фильмы и там написано вот представляем что на следующих двух-трех фильмах будет написано следующее я их даю ну их бесплатно делает мой брат тратя огромное время делая красивые фильмы титры музыка все подбирает по темам великолепно раз а есть еще девочка девочка она учится в институте в абакане студентка если я скажу сколько у нее стипендия я не хочу этого говорить вам и так всем сами знаете еще и плохо станет вот а я ее отправляю правда немного тоже для всех денег нет фильмы вот а в этих фильмах вы заметили там написано фильм иногда сплачут а я ей но иногда редко-редко появляется такая строчка фильм сделан при финансовой поддержке последний был Барышева понимаем вот то есть я хочу сейчас несколько фильмов выйдет под названием фильм сделан при финансовой поддержке Николая Николаевича Николая Николаевича Антоновского я думаю Николая Николаевича это вам будет даже приятно вот спасибо вам за помощь сейчас это величайшая редкость помощь так идем дальше с кем я еще не поздоровался с Сележевском поздоровался Снегилев Борис Тверь Свинабинск персик на бревне мое а так все-таки Алексейка да персик на бревне так давайте на него еще посмотри я занудный мне же это вот это мой вариант да видите он самый простой за занятых людей вот а где она что-то самая а где она смогу ли я найти сейчас смогу ли я найти а на шоке аж на сердце отлегло итак Алексей Иванович ваша работа здесь надо уточнить что вот это тут два яруса вот это справа там больше как бы сказать там а ну типа холма и в холме сбоку была сделана ямка и посажен довольно солидный персик вот причем посажен таким образом сами видите вот замечательная конструкция вот спасибо вам за этот рисунок то есть не рисунок а ну назовем это учебное пособие так идем дальше значит не дроживем поехали дальше так что тут дальше так снегирев вот вопрос прививка этого года на самосеве растет в канаве и надо пересаживать лучше весны дождаться или сейчас осенью еще вопрос нужно ли его как-то укрывать прививка была позднее и вырос не сильно итак во-первых я не знаю что такое если абрикос то укрывать его опасно может соприть даже персик может соприть когда ты его сдуру я так и говорю совершенно молодой первый уже выращенный персик укрыл телогрейкой под телогрейкой он изгнил вот так ему тем если я вносил телогрейку не параллел взял телогрейку наклонил его телогрейку закрыл там он изгнил под ней вот поэтому давайте так что касается надо ли укрывать это придется вам вы уже не новичок самому решать вот и что укрывать а что касается осень или весной давайте уже теперь весной все таки все таки не пересаженное лучше переносит зиму это так сказать это хрестоматия это даже доказывать не надо так у нас тоже метет покров покров мне с покровом что ли поздравляли или что сейчас я далек от этих религиозных вот эти а может не религиозные даты так челябин да вы меня рассекретили ой 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 рассекрет пора выходить из тени Алексей Иванович ты у нас первый по шелковицам ты знаешь об этом пусть это наш круг вот а что в институтах много этих самых шелковиц а я ни одного не знаю института который бы шелковицей бы занимался шелковица на этом самом это я не вам говорю вы все знаете мы с вами много лет общаемся шелковица на Кавказе цитирую называется ягоды долгожители если жрать красотями будешь жить как они за 100 лет и больше много в нашем кое-что много этим занимается вот Алексей говорит ну что ты ладно там это двадцатка вырастила моя племянница так как не то что нечего делать просто я не до этого ну вырастила два десятка ну ты можешь сто двести вырасти вот это что для всех страны а грустая тема я чуть не начал возмущаться еще и под раздачу ко мне попасть легко да рассекретил да Алексей Иванович да надо это самое светиться везде светить всегда светить везде да не последних донцев светите никаких гвоздей вот лозунг мой из солнца вот я вас рассекретил попались так ну что наверное 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 все больше никто ничего не пишет заканчивать будем так значит что мы имеем мы имеем полный 8 еще не поздно выписать семена потому что земля еще месяц замерзать не будет в среднем по стране еще месяц замерзать не будет вот сухая не успели посадить не надо по стеклянным по коробочкам по контейнерам пластмассовым и до этого до января сливы до февраля априкосы до марта яблони до февраля груши вот и так далее и так проще вырастить сад я я дурею просто дурею вы понимаете я не знаю как это случилось что меня никто не учил при саде находится там в советах большинство из них смертельно опасны вот ну что здесь такого схему увидел один раз вот прививка высока полировка другие я до сих пор не знаю не знаю но не применяю вот он лес вот ну как можно я жил и применить смекалку лучше изобретатель города норильск до сих пор горжусь этим званием пришел в лес с лопатой нет секатор нет превысил ножом прямо там на этих сибирах на это на привал ну эти все пошли я новичок половина мертвых половина живых подождал коровы ходят прям по тайге и все жрут еще меньше стало ну полтора десятка я уже ростного сегодня взял и выкопал на следующий год я умнее был я не стал ждать осенью они только проклянулись уже на следующий год я их выкопал и посадил сад готов когда надо было посадить две тысячи яблок промышленный сад для меня это то же самое фу только на несколько дней дольше несколько дней и промышленный сад готов проблема началась потом сами знаете какие охрана и прочее и прочее вот это проблема а вырастить сад дальше справа соседей спереди соседей заду соседей кто мешает миллиарды тратится на это на всякое дерьмо извините разворчался давайте заканчиваем этот разговор я вам семена а вы предъявите готовый сад так наверное на этом все заказать семена вы сюда нажимаете в каталоге железо вот можно здесь можно каталог заказать это уж вы как хотите и на этом все что тена не будет до свидания друзья спокойно ночью через недельку поговорим о посадке саженцев саженцев и те что вы получите от Сергея Статьяны от железовой и те что вы сами вырастите впереди пересадки у многих столько выросло куда девать нашли проблему я вам даже подсказывать не буду все до свидания до свидания